Всем привет! Это канал Silhouette Макет и с вами я, Настя. И сегодня я расскажу вам об одной из платных версий программы Silhouette Studio, а именно о Designer Edition. В этом видео я быстро пройдусь по всем инструментам программы, которые добавляются после покупки и установки апгрейда Designer Edition. Итак, приступим! И первое, что нам бросается в глаза после открытия дизайн-версии, это появление сверху и справа линеек, которые мы сможем включить и отключить в разделе «Настройка сетки». О преимуществах и возможностях каждого инструмента я буду рассказывать более подробно в следующих видео, которые для вашего удобства помещу в отдельный плейлист, посвященный версию Designer. Ну а сейчас вернемся к нашему краткому обзору интерфейса и посмотрим, какие кнопки по сравнению со стандартной версией появились в Designer Edition. Верхняя панель осталась без изменений, а вот на панели слева появляются две дополнительные кнопки. Это лассо для выделения объектов, а также пипетка для передачи свойств фигуры выбранному объекту. Также в инструменте «Нож» добавляются такие варианты реза, как треугольный, зубчатый, квадратный, ласточкин хвост, волнистый и зигзагообразный в двух вариантах. Теперь перейдем к панели справа. Здесь помимо линейка, о которых мы уже говорили, в разделе «Настройка сетки» добавляется еще и кнопка «Перекрестие». Разделы «Заливка цветом» и «Стиль линий» остаются без изменений. А вот в окне «Трассировка» добавляются два новых варианта трассирования. Это трассировка по цвету и магнитная трассировка. Далее в разделе «Эффекты изображения» появляется возможность создания тени к объекту. При открытии следующей панели «Стиль текста» добавляется кнопка «Глифы», после нажатия которой появляется список возможных глифов для выбранного шрифта. А в разделе «Трансформировать» в дизайн-версии мы сможем преобразовать объект при помощи инструмента «Искривление». Также в панели инструментов с правой стороны добавляется кнопка «Компоновка» с настройками границ, отступов и вращения при размещении объектов на коврике. Ну а раздел «Эскиз» пополняется дополнительными эффектами «Заливки», а также обзаводится разнообразными краевыми эффектами. Еще одно окно, которое можно открыть в этой версии, это окно «Стразы» с различными вариантами эффектов и размеров страз, а также интервалов между ними. Еще одна возможность, которая есть в дизайн-версии в отличие от стандартной, это работа со слоями во время создания макета, с последующей возможностью резки по слоям через меню «Отправить». Также в этой версии добавляется окно «Деформация», в одном из разделе которого, после его открытия, появляется список уже готовых шаблонов для деформации. Ну и еще один бонус, который мы получаем в Designer Edition, это дополнительные форматы файлов, которые можно открыть в программе Silhouette Studio для последующей их обработки. Сравнение возможностей импорта и экспорта файлов в различных версиях программы вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана или в описании под видео. Ну а чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. А вы?